Инвалидов боятся, страшатся и, что самое страшное, их стесняются. А когда ты чего-то стесняешься, ты стараешься об этом не говорить, ты стараешься про это не думать и, соответственно, ради этого ничего не делать. У нас инвалиды – это изгои общества, а это, может быть, лучшие люди России, потому что они думают и знают чуть-чуть больше, чем мы, а потому что они испытывают ежедневно эти ужасы. Безусловно, все сочувствуют, но на этом все и заканчивается, потому что никакого обеспечения передвижения для инвалидов, для их жизни, удобства их жизни не существует. Традиции государственной поддержки инвалидов практически в России не было. Даются деньги, да, и деньги выделяются, и идет продвижение. Доходят ли эти деньги до тех проектов, на которые они выделяются? Появляются пандусы, я вижу это, в автобусах появляются пандусы, в подъездах появляются пандусы. Стало больше людей на улице на колясках не просто с протянутой рукой, а просто гуляющих по парку. Мне кажется, это больше разговоры. И в той же самой Европе, да, там, мне кажется, у инвалидов больше возможностей. Я не знаю, как другие города, но если Москва не город для инвалидов и точно не город для мамаш с колясками, я это пережила на себе, у меня ребенка 3 года, совсем недавно я ходила с коляской, не могла ходить по Москве, то, думаю, в маленьких городах России дело обстоит еще хуже, к сожалению. Инвалид не должен замечать, что ему где-то неудобно. Все возможно, все не очень финансово затратно, просто об этом однажды нужно начать думать и принимать этих людей, как людей, просто с некоторыми ограничениями физической возможности, не более. Нужно не только показухой заниматься, а реальными делами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова